Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре видеорегистратор от компании Navitel. Модель называется R400 Night Vision. Ранее у компании было устройство, которое называлось просто R400. И многие пользователи входят в заблуждение и скачивают прошивку именно от Night Vision, чтобы получить улучшенную ночную съемку. Ведь именно это устройство, как заявляет производитель, получило такой функционал. То есть ночью он гораздо лучше снимает. Это мы сегодня с вами обязательно проверим, когда будем снимать и дневную съемку, и ночную. Но ни в коем случае не делайте так, что скачав прошивку от Night Vision, установив на простой R400. Тем самым вы можете превратить свое устройство в кирпич. То есть оно перестанет вообще хоть как-то функционировать. Поэтому давайте рассмотрим, что же за характеристики имеет данный девайс, и как он выглядит, какая комплектация и так далее. У модели R400 Night Vision установлен процессор M-STAR, а сенсор SC-2363. Выполнена у нас линза из четырехслойного стекла. Угол обзора у нас составляет 120 градусов. Поддержка карт памяти до 64 гигабайт. А разрешение 1920 на 1080. 30 кадров в секунду. Конечно же присутствует G-сенсор, он же датчик удара. Есть режим парковки. Теперь давайте, наверное, откроем данную коробочку, посмотрим, что мы имеем по комплектации. Первое, что нас встречает, это, конечно же, само устройство. Но его детальней и поближе мы рассмотрим чуточку позже. Далее идут у нас две разновидности крепления. Первое – это классическая присоска, а второе – на 3М-овском скотче. Данное крепление я советую вам использовать, когда вы уже протестировали устройство именно на присоске, что оно вам в этом месте не мешает, не закрывает обзорность и так далее, потому что снять вот данный 3М-овский скотч будет очень затруднительно. Но тем самым оно крепится капитально и у вас не отвалится как в жару, так и в холод. Следующий – это кабель для скачивания файлов, которые вы отсняли на видеорегистратор. Также есть возможность достать карту памяти из видеорегистратора, вставить ее в картридер и скачать те самые файлы. Это сделано лишь для вашего удобства, если, допустим, у вас нет картридера под рукой. Следующий идет у нас дополнительный 3М-овский скотч, если вы вдруг перевесить хотите видеорегистратор в новый автомобиль. Следующая – это салфетка, брендированная, здесь написано Navitel. Очень хорошо, что она присутствует в комплектации, потому что в жаркую погоду, либо многие просто не оставляют на ночь видеорегистратор и снимают его с креплением. Хочешь, не хочешь, ты все равно дотронешься до объектива и остаются отпечатки, тем самым со временем устройство начинает плохо снимать через вот эти вот призму, так скажем, этих всех отпечатков. Данной салфеткой мы с легкостью можем вытереть объектив и он будет снимать как новый. Ну и последнее – это руководство пользователей, гарантийный талон и есть вот такой вот подарочный сертификат. Тем самым вы можете на свой телефон скачать официальное приложение навигационное от компании Navitel, вбить вот здесь полный номер я вам показывать не буду, и год пользоваться официальным приложением абсолютно бесплатно. Вот и вся комплектация, а теперь давайте, наверное, рассмотрим устройство поближе. Видеорегистратор выполнен в таком матовом корпусе, такой прорезиненный на ощупь, очень приятно его держать. Значит, объектив, клавиши управления у нас по сторонам, сверху клавиша включения-выключения, разъем под питание, разъем для крепления присоски, разъем для установки карт памяти microSD, повторюсь, до 64 гигабайт, микрофон, клавиша Reset. Дисплей у нас имеет диагональ 2,7 дюйма. Давайте, наверное, подключим устройство, посмотрим, как выглядит прошивка, что мы можем с вами здесь настроить. После того, как мы включили видеорегистратор, видим надпись «Используйте карту памяти 10 класса». Друзья, не экономьте, пожалуйста, на карте памяти. Покупайте с хорошей скоростью записи и с хорошей скоростью чтения карты памяти 10 класса. Потому что, если вы купите с низкой скоростью чтения и записи, то у вас может получиться такой нюанс, что записывать с прерывками и так далее, это не видеорегистратор виноват, а именно ваша карта памяти. Так, давайте рассматривать, что же мы здесь имеем. Сейчас мы с вами находимся, вот здесь вот пленка нарисована, в видеорежиме, то есть в режиме видеорегистратора. Если мы нажмем с вами клавишу включения, или, ну так, будем называть ее клавишей включения, то коротким нажатием мы с вами переходим в фоторежим. Еще раз нажмем, мы с вами можем посмотреть файлы, которые мы с вами отсняли, и при следующем нажатии посмотреть файлы, которые мы с вами сфотографировали. Давайте, наверное, теперь перейдем в меню, посмотрим, что мы можем там настроить. Первый раздел – это режим видео. Здесь мы можем настроить разрешение, цикл записи, задержка выключения, запись звука включить-выключить, аварийные файлы удалять или не удалять старые. При нажатии на клавиши включения, коротким нажатием, мы с вами переходим в режим фото. Здесь мы можем настроить разрешение, качество и экспозицию. При следующем нажатии мы переходим в воспроизведение. Здесь будет воспроизводить нормальное видео или те, которые были защищены от перезаписи. При следующем нажатии мы переходим в настройки накопителя. Мы можем отформатировать карту памяти или посмотреть о ней информацию. При следующем нажатии мы переходим в общие настройки. Здесь мы можем настроить звуковой сигнал, выключение устройства, настройку часов, формат даты и времени, штамп, логотип компании Navitel Plus будет дата, язык, подавление и мерцание, выключение экрана, светодиодная подсветка, которая у нас присутствует на лицевой стороне видеорегистратора, датчик удара, режим парковки и сброс настроек. Ну и, конечно же, посмотреть версию ПО. Вот и все основные характеристики и настройки, которые мы можем здесь с вами произвести. Поэтому давайте, наверное, теперь переместимся в автомобиль, посмотрим, как устройство снимает днем и как снимает ночью. Видео снимается в автомобиле Volkswagen Polo, в котором есть подогрев лобового стекла, то есть здесь мы с вами наблюдаем такие тоненькие ниточки, которые, конечно же, делают еще более неблагоприятные, так скажем, условия для съемки в ночное время, потому что, когда едут встречные автомобили и светят фарами на лобовое стекло, соответственно, вот эти вот ниточки, они немножко как бы создают эффект такого грязного стекла. Если сейчас качество видеосъемки будет в хорошем виде, то если у вас нет лобового обогрева, лобового стекла нитками, то у вас качество съемки будет еще лучше. Поехали! 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 Поехали!